Уважаемые зрители добро пожаловать на канал dance mechanics меня зовут родионов михаил и вы попали на тренировку против вальгуса мы сегодня с вами будем бороться с проблемами нашего сустава большого пальца на ногах проблемами вызванными неудобной обувью проблемами вызванными деформации сустава из-за большого объема специфической нагрузки которая непременно ждет вас в бальных танцах неважно стандарт латино туфельки они будут зажимать ваши пальчики да то есть сковывать ваши пальчики в этом скованном положении вы будете сгибать разгибать стопу и со временем хотите вы этого или не хотите вы этого ваша стопа начнет давать такие признаки как боль да то есть посылать такие сигналы как боль во время занятий и хуже если вы уже с этим столкнулись и хуже если у вас уже боль не только во время занятий дискомфорт во время занятий но а также вы испытываете неприятные ощущения дискомфорт и ухудшается качество вашей жизни повседневной когда и нет тренировок а у вас все равно болит сустав большого пальца так как я профессиональный танцор я знаю что это такое я со своей стопой тоже работал буду работать именно так как я работал со своей стопой передавать свой опыт плюс наработки которые помогают моим подопечным то есть что-то еще дополнительно я вам буду подсказывать вот в чем причина когда взрослая женщина 30 35 40 лет мужчина впрочем тоже но мужчинам повезло больше у них обувь более удобная до девчонкам все таки вот это вот ну во первых сразу надо сказать подбирайте обувь правильно задавайте максимум до расспрашивайте консультантов в обувном магазине меду специализированном магазине латинской обуви по спрашивайте чтобы они помогли вам подобрать под вашу ножку под ваш я не знаю полноту вашей стопы под особенности дуальной вашей стопы подобрать обувь может быть скорректировать какие-то недостатки туфель специальными гелевыми наклейками или как накладки называется да вот в любом случае не не покупайте обувь ну не отнеситесь к этому серьезно это ваш профессиональный инструмент вы вы в этой обуви будете проводить несколько часов в неделю несколько часов это большой объем который может привести к травме не потому что вы танцуете или что-то делаете неправильно а просто потому что вы находитесь в неудобные обуви поэтому обратите на свою обувь внимание бывают туфельки более мягкие до более жесткие более удобные менее удобные отнестись к отнеситесь к этому серьезно это тоже какой-то процент вносит на то есть можно взять подобрать более удобный обувь если вас уже постигла учить что у вас постоянно болит большой палец при танцевальной нагрузке можно попробовать подобрать обувь либо скорректировать как я уже сказал каким-то гелевыми накладками следующий момент если вы раньше не танцевали и вы пришли до в танцы вы решили что танцы это теперь ваша жизнь это ваш смысл я не знаю жизни вы увлеченно и много времени начали стратить под посвящать занятием танцами что произошло на уровне сигналов вашего тела ваше тело 30 там сколько-то 30 35 40 лет до находилась в одних условиях а теперь добавилось много времени в неделю которые вы проводите в специфических условиях поэтому естественно что возникнет проблема если вы не будете что-то с этим делать если вы не будете расслаблять свои стопы если не не будете делать массажа стоп не будете я не знаю делать контрастные ванночки для ваших стоп то знайте что проблема все равно придет просто потому что вы добавили в свою жизнь танцы увы и ах если вдруг скажем так вы танцуете на совершенно таком скажем вас не научили танцевать через внутренние линии внутренние мышцы да и ваш танец выглядит как естественная постановка стопы ну вот как в жизни сейчас я просто сделаю для вас кукарачу и на примере кукарачи объясню что если у вас ну допустим у меня будет каблучок какой-то но все равно если я буду использовать свою стопу как в жизни у меня скорее всего не будет проблем с большим пальцем но у меня и не будет никакого успеха в танцах потому что я работаю так как я в принципе двигаюсь в жизни то есть у меня работают те мышцы которые задействованы повседневной жизни а в танцах все-таки у нас специфика такая что мы работаем через мышцы которые приводят наши ноги и собирают их к срединной линии то есть через браш мы танцуем это означает что если я буду работать через внутренние мышцы обратите внимание насколько сейчас поменяется у меня картинка насколько поменяется работа просто потому что я буду двигать себя перемещает себя собирать делать смены через внутренние мышцы согласитесь вот она пошла специфика то есть специфическое движение танцевальное латинское специфическое движение и особенность специфики латины работа через внутренние мышцы а это значит что постоянная постоянная нагрузка на суставы большие больших пальцев вот здесь будет базироваться ваш вес здесь вы будете работать если вас правильно научат или будут правильно учить я говорю потому что я учу взрослых начинающих и когда я начинаю работать с ними они мне говорят свой некомфортно ой больно ой неудобно это естественный процесс вы должны понимать что если вы раньше в жизни если даже поднимались на носочки вы поднимались за счет всего свода стопы всех ваших пяти пальцев а сейчас вам приходится подниматься и опускаться давайте со спины наверное будет на 100 бы обратите внимание будет более более понятно более видно эти большие пальчики держит мизинчики воздухе и вот она работа то есть вот она работает внутренний свод не внешний свод стопы не центр не центр не два свода а только внутренний только через внутренний свод у меня идет работа противном случае если я не буду если они буду через внутренний свод работать у меня будут вот такие позиции то есть я вот так буду уходить из ноги понимаете там дальше как я них не хочу красиво собрать ногу мне это не получится мне нужно чтобы красивая и опять же я возвращаю вас к специфике латин чтобы латинское было движение нам нужно собрать внутренние мышцы через работу внутренних мышц нам нужно выталкивание сделать через работу внутренних мышц собрать ножку а это всегда будет давление на большой пальце поэтому неизбежно будут будет большое количество травмирующей в отчасти травмирующие нагрузки и деформирующий сустав нагрузки также бывает что женщины просто ходят на каблучках высокая обувь не занимались станциями и тем не менее у них есть что проблема деформации сустава вылезает косточка это вальгус все объяснил рассказал давайте начинаю тренировку значит первое что мы с вами сделаем мы сделаем массаж наших стоп высаживайтесь поудобнее и да нам потребуется с вами какая-то резинка чтобы делать подъема на носки в дальнейшем это закольцованная мини бэнд резинка бывают специально для пальцев можете загуглить я думаю на вайл борис на озоне где-то еще яндекс маркет вы сможете найти резинка для тренировки стоп до или мини бэнд для тренировки стоп вот это классический мини бэнд который используется не для стоп а используется для фитнес ну я не знаю там в тренажерном зале в общем используют девчонки для прокачки ягодиц поэтому по обычная мини бэнд резиночка она подойдет и обычный теннисный мячик нужен будет вот ну коврик да и соответственно вы все больше вам ничего не понадобится начинаем мы с вами с любой ноги какая вам удобно с любого положения самое главное что вам необходимо сделать это нужно каждый пальчик начнем с большого и будем двигаться к мизинцу каждый пальчик взять немножко потянуть из из сустава чуть из основания так скажем натянуть и по вращать удерживая основание плюс невых косточек до основания сустава удерживая по вращать по ротировать по ротировать палец 30 раз раз два в каждую сторону мягко бережно вытягивая применяя постепенно чуть чуть больше силы чуть чуть больше силы вот ваши стопы не хрустальные но они не любят какой-то резкой такой нагрузки поэтому все вращения мягкие приложение силы постепенно и увеличение между приложение силы постепенно и вот ротация может так получиться у меня разные бывают клиенты поэтому я с ними это делаю показываю объясняю потому что это важно вот бывает так что женщина придет а у нее палец совсем вот не вращается то есть даже взять его да и попытаться повращаться он такой как закостенела ничего страшного мы начинаем потихонечку его вращать крутить крутить не восьмеркой просто внутрь наружу ротация и постепенно происходит с легким вытяжением постепенно происходит такая магия что пальчик начинает поддаваться это не произойдет сразу это не произойдет на первой тренировке если вы скажем если у вас прям такое ну скажем состояние очень жесткой самих суставов вот это не произойдет на первой тренировке но уже на первой тренировке вы почувствуете значительное улучшение подвижности когда вот вы повернете 30 разочков в одну и другую сторону попробуйте согнуть сустав разогнуть согнуть большой палец должно сгибаться и разгибаться без боли и в полную амплитуду до никаких проблем с этим не должно быть берем следующий пальчик немножко вытягиваем и также вращаем идеально второй рукой придерживать основную фалангу и контр ротировать ее в противоположное направление 30 вращений 30 в каждую сторону можно до 60 просто считать и получается если по секунде мы вращаем то это 60 секунд или минута на каждый палец можете запомнить допустим если вам такой клиент был на если вот так вот прям дотошно щепетильно сколько вешать грамма вот так относитесь к этому процессу то вы можете класть рядом с собой таймер включать телефон обычный ставить секундомер и вот минута пошла и вы вращаете вы не считаете вы просто минуту вращать следующая минута пошла следующий палец это удобно на самом деле потому что вращение плюс-минус секунда в одну сторону вот сосредоточьтесь на амплитуде ротации каждого пальца не думайте ни о чем больше весь мир для вас должен переставать перестать существовать в тот момент когда вы вращаете себе пальцы звучит странно но тем не менее чем лучше вы сконцентрируетесь на этом движении тем лучше вы будете в дальнейшем в танцах чувствовать ваши стопы пальцы как ни крутите стопы это ваши профессиональный инструмент соответственно вы должны быть ну не знаю во первых с прокачанными стопами никакого обывателя примите тот факт если вам нравится танцевать если вы считаете что вывод ну не знаю вам к примеру 35 лет и следующие 35 лет вы собираетесь танцевать примите тот факт что вам придется работать над стопами потому что стопы это ваш профессиональный У вас, если вы купите обувь, допустим, если у вас там, не знаю, туфельки сейчас какой-то не брендовые, да, допустим, за 5000 рублей, и вы купили туфельки более брендовые за 15000 рублей, к примеру, более профессиональные, то по факту ваши стопы не изменились. И вы как чувствовали свой баланс, так и чувствуете свой баланс, понимаете? Вы как не стояли на ногах, так и не стоите на ногах, а баланс начинается с ощущения стопы, веса на стопе, поэтому стопы надо прокачивать. Да, вон у меня на канале, если вы давно, есть, если полистать вниз, более ранние, да, или более поздние, правильно, как сказать, более поздние видео, вот, если полистать, там есть видео с тренировкой стопы. Пробуйте, делайте, спрашивайте, задавайте вопросы, комментарии, пишите, я всегда стараюсь отвечать. Вот, каждый пальчик, по минуте запомнили, да, 30 ротационных вращений. Дальше, саму стопу, сейчас, кстати, можете попробовать посгибать, поразгибать пальцы, и вас ждет приятный сюрприз, сгибание, разгибание, функция сгибания, разгибания улучшилась. Теперь, внимание, сама стопа, она должна быть расслаблена, расслаблена, не напряжена, мы ее вращаем в одну сторону, ротируем, и в другую. Давайте сделаем тоже 30 раз. Здесь мы используем две ладони, и вращаем, как конфетку твист, закручивая в спираль, то в одну, то в другую сторону. То есть, вот у нас есть большой палец, есть мизинец, если большой палец двигается внутрь, то мизинец наружу, если мизинец внутрь, то большой палец наружу. Я думаю, здесь будет понятно. Главное, не напрягайте стопу, расслабьте ее. Силу прилагать придется, но, скажем так, в половину максимального. И самое главное, чувствуйте, если стопа позволяет, скрутите ее побольше, скручивайте. Если есть какой-то дискомфорт в любом движении, которое мы будем выполнять, то я вам рекомендую, во-первых, снизить нагрузку в этом движении, то есть, сделать его очень бережно. А во-вторых, если все-таки дискомфорт на следующей, второй, третьей, четвертой тренировке продолжается, убрать это упражнение, вот какое бы оно там ни было, на мой взгляд, полезное, все-таки все люди разные, индивидуальные особенности есть. Подбирайте, пробуйте, смотрите очень много на ютубе разных авторов, я думаю, что я не смотрел, но, тем не менее, я уверен, что есть люди, мне просто некогда отслеживать работу других, но я уверен, что есть люди, которые тоже что-то снимают про стопы. Большой палец с мизинцем, следующее упражнение, 30 раз мы покрутили, повращали, теперь мы будем заворачивать в трубочку свою стопу, соединяя большой палец с мизинцем, да, и как бы складывая, складывая вот так вот стопу, вот представьте, что две мои ладони, эта стопа, надо сложить ее вот так внутрь, как телефонные раскладушки. Большой палец к мизинцу сложить, а потом разложить, только силой. Сложить, разложить, сложить, разложить. Еще я люблю говорить так, когда вот именно разложить, это как разломать плитку шоколада. Примерно так. Здесь хватит и 10 повторов, 9 и 10. Так, если вы все делали вместе со мной и делали, ну скажем, с достаточным усилием, то вы сейчас чувствуете тепло, мягкость и, скажем так, расслабленность в своей стопе. Это верные признаки того, что вы все делали правильно. Следующая стопа. Также начинаем с большого пальца. Если надо таймер, можете со мной. Начинаем вращать. Допустим, вот у меня разница, вы можете прислушаться к своему телу. Я, допустим, чувствую разницу в вращении большого пальца на правой и на левой ноге. У меня на правой ноге ротация лучше, чем на левой. То есть палец поддается вот этому вот скручиванию в одну и в другую сторону. Сразу же с первых ротационных движений поддается легче. Но я не обращаю на это внимание. Мне важно к 30-му разу добиться лучшей ротации. Зачем мы делаем с вами ротацию? Если вы зададитесь этим вопросом, то мы улучшаем питание ткани, увеличиваем подвижность, восстанавливаем благодаря улучшению притока крови. Вообще, что касается стоп и суставов на стопе, именно пальцев, они очень бедно снабжаются кровью, плохо циркулирует кровь и с возрастом ситуация ухудшается. Поэтому у меня, допустим, очень много клиентов 50+, которых постоянно мерзнут стопы. Я на них, конечно же, ругаюсь. Ругаюсь в первую очередь, потому что люди, как и все люди, любят сладкое. А сладкое, как вы понимаете, со временем ухудшает клеточное питание. Я развивать тему не буду. Но если вдруг вы сталкивались с этим, что если вдруг вы когда-либо проходили любой марафон, курс, я не знаю, пробовали сами ограничить себя в сладеньком, в булочках, в шоколадках, еще в чем-то таком, уменьшить количество сахара в своем рационе, то вы наверняка замечали улучшение самочувствия и улучшение в плане ощущения своих конечностей. То есть, когда у нас, ну, я приведу другой пример, вот, как, допустим, когда мы кушаем много, ну, или не ограничиваем себя в соли, да, когда кушаем много соленой пищи. Вот. Мы практически соль не чувствуем, но стоит нам недельку хотя бы ограничить себя в соли, да, и потом попробовать продукт, богатый натрием, ну, то есть, что-то солененькое, вот, мы очень ярко чувствуем вкус этого продукта. Да и вообще в целом наши рецепторы, они, когда отвыкают от большого, ну, от переизбытка соли в рационе, мы сразу, улучшается ощущение вот этих рецепторов во рту, мы сразу как бы ярче все вкусы чувствуем, да. Я думаю, вы поймете, о чем это речь. То же самое вот у нас в клеточном питании, если вы в теме клеточного питания, вообще питание, ну, нутрициологии, я не знаю, каким-то образом туда смотрите, читаете, слушаете, может, подписаны на каких-нибудь блогеров. Вот. Вы понимаете, что когда много сахара, когда переизбыток сахара, то питание клеточное нарушается и страдает больше всего именно вот периферия, дальние участки вот сердца. Стопы находятся очень далеко от сердца, от центра тела, и поэтому снабжаются крайне бедно. Поэтому один из факторов, да, когда у вас много сахара в питании, у вас будут мёрзнуть стопы. Даже люди ночью как бы спят на носках, и они считают, что это норма, что, ну, как бы они такие родились, вот. Вот. Но стоит этого человека лишить его сахара, если, конечно, он там не больной диабетом, понятное дело, вот, ограничить сахар, то есть наладить его клеточное питание, да, как он, в общем-то, становится человеком, у которого перестают мёрзнуть стопы. Вот. Поэтому я и ругаюсь на своих, потому что, опять же, я сказал уже вам, что стопы – это наш инструмент. Значит, мы должны что? Поддерживать высокое состояние, хорошее состояние наших стоп. Вот. Питание должно быть такое, чтобы вы постоянно себя хорошо чувствовали. Ну, вот. Как-то так. Я к этому всё привёл. Так, я последний палец заканчиваю. Надеюсь, что вы, пока я болтаю, тоже делаете. Вот. И для начала, конечно, вот хотя бы каждый день вот такие вот массажи после тренировок, когда приехали домой, да, ноги гудят, устали, ничего не хочется, я понимаю, хочется поскорее завалиться в постель, там, в диван удобный. Но, тем не менее, потратьте по 5 минут на каждую ногу, это всего 10 минут, как минимум, да, в день, вечером, и ваши стопы скажут вам спасибо. Хотя бы вы уже… Мы переходим к твистам. Да, большой палец в одну сторону, мизинец в другую. И стопу здесь нужно максимально расслабить. Если стопа напряжена, если твиста не получается, то, собственно, нет смысла прикладывать усилия, стопа должна поддаваться. То вы уже улучшаете восстановление ваших стоп, какую-то такую заботу даёте стопам, находите удобное положение для твиста. Ну, тебе я так всё приноравливаюсь как бы сделать. Вот, ну и надо, надо, 30 раз надо сделать. Покрутить. Очень много в стопе мелких мышц, очень много созависимых связочек, суставчиков. Поэтому, когда вы её мнёте, всё это хорошо балансируется. Потом вам гарантирована лёгкость в ходьбе. А это значит, вы сэкономите много сил для вечерней танцевальной тренировки. Так, теперь скручиваем в трубочку и разламываем шоколадку. Скручиваем мизинец к большому пальцу и раскладываем. Или разламываем. Прилагайте больше усилия. Здесь всего 10. Да, пыхчу. Заметьте, да? Прям пыхчу. Если я буду это делать слишком бережно, не прикладываю усилия, то, скорее всего, эффекта никакого не будет. Стопа – это очень, очень мощное оружие, хотел сказать. Вы же можете что? Вы можете стоять на одной ноге, можете прыгать на одной ноге. А это значит, вес вашего тела, да ещё помноженный на 5, потому что в прыжке, сами понимаете, нагрузка увеличивается, ваша стопа его легко удерживает. Так если вы будете слишком там нежно, бережно, скажем так, мять свою стопу, то вы, естественно, никакой нагрузки не получите. Если вы хоть раз были на массаже стоп, хорошем массаже стопа, хорошего массажиста, который не церемонился, там каждый палец вам выкручивал, да, то вы чувствовали, какая-то достаточно силовая работа. Мы сделали разогревающую нагрузку дали стопе или разминающую нагрузку дали, как пластилин её помяли. Мы улучшили подвижность наших суставов, то есть вы сейчас можете проверить сгибание своих стоп. И функция сгибания должна быть как можно более амплитудной, удобной, как в одну сторону, так и в другую сторону всё сгибается очень даже хорошо. И теперь мы переходим к устранению проблем деформирующих. Значит, нам нужен теннисный мячик. Вот. Посмотрите, пожалуйста, теннисный мячик. Мы поставим на центр теннисного мячика большой палец. Остальные пальцы должны быть за пределами теннисного мячика. Окей? Обратили внимание? Вот. При этом большой палец на центр и стараемся подушку... Эк, не убегай. Подушку стараемся оставить на полу. Ну или присоединить к полу. Вот таким вот образом должно получиться. Да? Ещё раз покажу с другой стороны. И посмотрите, пожалуйста, что остальные все пальчики у меня находятся за пределами теннисного мяча. Есть? Насколько это возможно? Ого. Да, не убегай. Вот таким образом. У меня, если бы я теннисный мяч клал на скользящую поверхность, он бы ещё больше убегал, поэтому под теннисным мячиком должен быть нескользящий коврик. И вот подушку... Теннисные мячики бывают жёстче, мягче. Можете использовать более мягкие вначале. Подушку, основание сустава стараемся положить на пол. Всё. Поставили. 30 секунд засекли. Давим. Держим. Держим. Давайте я засеку 30 секунд. Держим позицию. Держим. Просто удерживаем. Для начала привычка. Важно, что разделение между большим пальцем, как я с другой стороны показывал, между большим пальцем и остальными пальцами. И сгибание, и давление вот сюда вот в подушку на пол. 27, 28, 29, 30. Поменяли ногу. То же самое. Все пальчики у меня пошли тут в сторону. Большой палец давит. И подушку вниз. Засекли время. 30 секунд. Держим. Вот. Давим. Прям давим на большой пальчик. Под мячиком не должно быть скользящей поверхности, иначе вы не сможете его удерживать. Мячик может быть более мягкий. Мягкий мячик легче продавить. И если у вас сильная боль, сильная деформация, прошло 30 секунд, убираем мячик. Если у вас сильная деформация сустава, то лучше мягкий мячик использовать, который вы можете пальцами продавить. Значит, теперь снова поменяли. Все такое же положение, но теперь мы с вами будем работать следующим образом. В этом положении мы надавливаем на большой палец и приподнимаем пятку. Насколько вы сможете приподнять пятку, я не знаю. Пять секунд подержали, опустили вниз, вдох-выдох сделали. И еще семь раз. Подняли. 101, 102, 103, 104, 105. Опустили. Еще шесть раз. Подняли. 101, 102, 103, 104, 105. Опустили. Еще пять раз. Подняли. 101, 102, 103, 104, 105. Опустили. И еще четыре раза. 101, 102. Может быть, со временем будет подниматься все выше и выше пяточка. Не торопитесь. Если она будет совсем подниматься невысоко, ничего страшного. Я уверен, что к восьмому повтору у вас амплитуда изменится подъема пятки. Допустим, в начале так было, а потом так станет. Это уже хороший признак того, что тренировка у нас с вами производит какой-то положительный эффект. Восемь раз поменяли ногу. Другая нога. Давайте я еще раз обращу ваше внимание с этой ноги. Сделаю вот именно с внутренней стороны, чтобы вы посмотрели, что другие пальчики. Вот они у нас на полу. Начинаем. Приподнимаем. 5 секунд держим. Плавно опускаем. Снова поднимаем. Поднимаю я не за счет увеличения давления в мяч, я и так давлю туда максимально, а за счет сгибания колена. Два. И еще шесть раз. Сгибаю колено и прям тянусь коленом вперед. Чувствую, внутри стопы прям натягиваются у меня. Очень хорошо натягивается подошвенная фасция, подошвенная связка. Вот, пяточка уже выше поднимается. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Пять. Обязательно удержать. Пять секунд. Шесть, семь, восемь. Три раза осталось. Шесть. Заметно, да, выше поднимается? И еще семь, восемь. Семь. И последний, восьмой. Прямо туда корпусом вперед. Восемь. Отлично. Если вам хочется повторить это упражнение, поставьте видео на паузу. Повторите, если вы его не распробовали. Прочувствовать достаточно одного раза, но обязательно помните, что удержание необходимо использовать. Дальше мы берем резинку. Резинка нам нужна для одной простой функции, чтобы большие пальцы, в случае, если они у вас, когда вы просто стоите, притянуты, ну то есть, не смотрят вперед, естественно, как идет, да, линия сустава или вектор нагрузки на сустав. А если они уже у вас деформированы, сам сустав деформирован, из-за чего и происходит вот эта косточка, то происходит деформация сустава и вылазит косточка, да, то, о чем я ранее говорил, что вы очень много нагрузки или имеете нагрузки в таком состоянии, да, вот сгибаете, разгибаете, и здесь, соответственно, копится нагрузка и компенсация идет именно как на излом сустава. Вот, если у вас есть такое, то есть, вы просто стоите, а у вас палец загнут, вот для этого, чтобы отвести его от остальных пальчиков и вывести в естественную анатомическую плоскость, нам нужна резинка. Мы одеваем резиночку на одну ногу и одеваем на пальчик, на большой одной ноги и на пальчик другой ноги. Смотрите, резинка натягивается, пальчик оттягивается в центр, да, возникает пространство, свобода между, то есть, возникает пространство между указательным и большим пальцем стопы, да, и самое главное, если посмотреть сверху, то большой палец смотрит по линии сгиба или по тому направлению, как у вас идет, ну, вот это вот сухожилие, да, и сам сустав, то есть, геометрически линия правильная, прямая. Что нам необходимо? Нам необходимо одеть резиночку, возможно, потребуется какая-то стена, опора, вы можете, представьте, что здесь стена, вы можете облокотиться, чтобы более уверенно выполнять движение, и вы просто поднимаетесь на носочки, поднимаетесь и опускаетесь, поднимаетесь и опускаетесь. Продолжаем еще 13 раз, а я расскажу, что происходит. Мы вывели за счет резинки сустав в естественную анатомическую плоскость и создаем привычку работать сустав именно в этой плоскости благодаря нагрузке такого силового характера, то есть, благодаря нагрузке на смещение веса к пальцам, да, и выполнению функции подъема в стопе. Но самое главное, мы вес туда к пальцам посылаем, то есть, благодаря весу сгибание происходит сустава, и гравитация, благодаря весу нашего тела, воздействует на закрепление результата, то есть, сустав не только сгибается в правильной плоскости, но он сгибается под нагрузкой. И вот именно вот это сгибание под нагрузкой приводит к магическому эффекту уменьшения деформации и улучшению строения сустава, уменьшению воспаления в области, где косточка у вас выдавливается. Вот, и благодаря ежедневному, ежемесячному, регулярному выполнению, то есть, каждый день на протяжении нескольких месяцев этого движения вы можете даже вплоть до уменьшения визуально видимой выпирающей косточки добиться, то есть, улучшению чисто визуальной эстетической составляющей ваших стоп. А это тоже важно, правильно? Ведь хочется, чтобы наши стопы были красивыми, вот вы приедете, я не знаю, на отдых, выйдете на пляж, ну, как-то хочется, чтобы все выглядело красиво. Но для меня, естественно, эстетика стоит на втором месте, для меня важно, чтобы у вас не было боли. Почему? Если у вас не будет боли, вы сможете больше использовать давление, больше правильной работы через внутренние мышцы и, соответственно, сможете лучше танцевать. Вот, но эстетика тоже важна. Сделали мы 15 плавных подъемов, вы заметили, да, плавные подъемы, и, возможно, вам потребовалась какая-то опора. Дайте себе передохнуть, дайте своим стопам передохнуть, поставьте видео на паузу, а я вам покажу еще одно движение, которое еще больше увеличит нагрузку. Возможно, сегодня вы не будете делать это движение или сделаете это движение не в полную амплитуду, но в будущем, пожалуйста, постарайтесь добиться 15 повторов, так как я покажу, потому что это на самом деле какой-то такой базовый уровень развития силы пальцев, развития силы стопы и гибкости в стопе. И он доступен каждому. Я вам говорю, как не только как тренер по танцам, но и как тренер, который просто в фитнес-центре вел и ведет урок здоровые стопы. Ко мне приходят как молодые люди, так и в пожилом возрасте. И со временем, там проходит полгода, и все это могут делать. То есть тут ничего необычного нет. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо просто сесть в положении синий на корточках. И в этом положении, не ставя пятки на пол, мягко, возможно, с опорой, сделать 15 касательных движений коленями, двумя пола, и затем возвращение в исходное положение. Мягко касание, плавно вернуться в исходное положение. Мягко касание, плавно вернуться. Стопы здесь, конечно же, будут испытывать еще большую нагрузку, нежели было просто при подъеме. Потому что мы еще больше вводим нагрузку на пальцы. Двигаем таз вперед. Заметьте, что таз двигается вперед. Больше балансируем. Больше включаем работы нашего центра тела, ядра, пресса. Это такие дополнительные плюшки, фишки. Благодаря этому движению вы можете обрести лучший контроль, стабилизацию движений и баланс. Только благодаря вот этому простейшему движению. На самом деле, простому. Я стараюсь его делать очень медленно и качественно, и поэтому где-то, может быть, неуверенно его делаю. Но на самом деле движение действительно очень простое и доступное всем. Единственное, сразу оно вам может быть недоступно. Потому что сейчас пока не хватает гибкости или не хватает банально силы. И то, и другое вы можете выработать благодаря этому движению. Ну и плюс, если вы будете его делать в конце тренировки, как у нас сегодня. Еще три, еще два, и еще один раз. Вот так. Замечательно. Если вы будете делать его в конце тренировки, после того, как мы с вами сделали, размяли каждую стопу, покрутили каждый пальчик, улучшили функцию подъема, то есть улучшили функцию гибкости, размяли стопу так, что вам теперь, ну, в общем-то, удобно любое положение, анатомическое, естественное и немного неестественное, даже стало более комфортным, то в конце нагрузка от этого движения, которое мы только что делали, так называемый тачи коленями пола, она ляжет лучшим образом и максимально запомнит тело вот эту вот улучшенную гибкость. То есть то, что мы с вами натворили, ту повышенную от исходного уровня, от того, что вы привыкли ощущать как стопы, а сейчас вы их чувствуете более гибкими. До этого движения, да, понятно, сейчас вы их чувствуете уставшими. Вот, но до этого движения вы чувствовали стопы более гибкими. И, соответственно, вы как бы закрепили, то есть это движение несет закрепляющий характер. Вот, вот, в общем-то, и все. Все, что я делал для того, чтобы у меня, у меня, потому что тоже я танцевал в латинской обуви, тоже пальчики у меня большие. Вот здесь у меня прям сильная шишка. Была большая шишка, сейчас она ушла. Здесь у меня не было сильного деформации сустава, потому что и левый палец, он как-то, ну, не знаю, по строению, по-другому. Может быть, я лучше, больше работал с давлением в пол, именно правым пальцем, по крайней мере. Здесь я чаще ноготь стирал, да, здесь реже ноготь стирал, когда танцевал. Вот, может быть, просто давил сюда большой палец больше, и поэтому вот здесь у меня было, конечно, такие адские боли, ходить было больно, не то, что там танцевать. Вот, и, соответственно, я полностью от всех дискомфортных ощущений избавился. Бывает такое, что там 10 часов уроков в день, да, я 10 часов подряд показываю, как надо давить в пол, да, объясняю, сам делаю, танцую сам, ну, с учениками, соответственно, после этого, может быть, на следующий день какое-то небольшое дискомфортное ощущение. Но это, не знаю, 10% от того дискомфорта, который я испытывал, когда я не делал вот подобного типа упражнения, когда не делал на регулярной основе такие тренировки. Так что я вам желаю просто жить в кайф, в удовольствие, танцевать, чувствовать свои ноги, свои стопы сильными, способными удерживать ваше тело в любом положении, доставлять удовольствие от движения вам и вообще не болеть в жизни. Пока-пока.